Одна из главных тем нынешней недели это прямой теле- и радиоэфир с президентом страны Владимиром Путиным. Вчера в течение двух часов жители страны могли позвонить президенту и раньше этого срока они также имели такую возможность и задать ему по телефону вопрос для того, чтобы получить ответ вот на этот самый наболевший вопрос. Такой возможностью по статистическим данным воспользовались около 30 тысяч человек. Вот статисты утверждают, что это примерно вдвое меньше, чем в прошлом году. К этому факту мы еще вернемся, а сегодня в студию мы пригласили человека, который или которая, так будет вернее сказать, также воспользовалась этой возможностью, причем уже второй год подряд она пытается дозвониться до президента страны. Это Зинаида Ивана Мурзина, жена ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мы пригласили Зинаиду Ивану еще и потому, что вопросы, которые она задает президенту, касаются не только лично ее, либо лично ее семьи, в общем, они затрагивают интересы целого, скажем так, слоя населения. То есть это те, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и эти вопросы сегодня очень актуальны не только для токельчан, но и для жителей, может быть, целого ряда городов нашей страны. Для чернобыльцев. То есть с них сняты 50% и частично и полностью коммунальные услуги. Это льготы сняты, да? Льготы, да. То есть это вода, канализация, газ, электроэнергия, ну и ряд еще других. И полностью все, все 100% сняты с семи инвалидов, которые по закону о чернобыльцах имели право на это. Когда это произошло? В нынешнем году? Да, это произошло с 1 января 2003 года. А льготы были сняты именно на федеральном уровне? Сняты они были не на федеральном уровне, это по Свердловской области. Причем Свердловский сейчас оплачивает 50% и семьям. И семьи оплачивают, и оплачивают непосредственно инвалиды. У нас в Тагиле оплачивают, вернее, 100% почти весь город берут только УВЗ. То есть на УВЗ не считается с этим. Они вот как взяли вот эту вот позицию, 100% оплаты для членов и по некоторым позициям для инвалидов. И так это до сих пор. Неоднократно мы обращались и к главному бухгалтеру, и к зам главного бухгалтера ЖКК ОЗ, который непосредственно ведет чернобыльцев. Но УВЗ и ныне там. Синейда Ивановна, то есть, насколько я правильно поняла, в городе как бы существует некий такой двоякий подход к оплате коммунальных услуг чернобыльцами и их семьями. То есть для кого-то, для тех людей, которые, предположим, живут в Ленинском районе, даже частично в Дзержинском районе, в Тагилстроевском районе, льготы сохраняются по федеральному закону? Полностью, да. А вот та часть людей, которая проживает в домах, в фонде УВЗ, с них льготы сняты, да? Да, да. И вот вы именно с этим вопросом обращались к президенту страны, поскольку уже, скажем, прошли все другие инстанции. Полностью все инстанции нами пройдены, и мы обратились по этому вопросу к президенту. Вам удалось получить ответ? Нет. Нет, да? Нет. А вот вообще трудно было дозвониться? Нет. Легко дозвонилась. Вы сразу дозвонились, да? Сразу же я дозвонилась. И прошлый год я звонила, тоже сразу дозвонилась. Но ничего, молчок. Ну, я не знаю, может быть, президент посчитал, что это все-таки прерогатива местной власти разбираться вот в таких вот вопросах. Может быть, но хорошо, по коммунальным услугам я согласна. Но мы прошли все инстанции, поэтому мы обратились уже к президенту. А по повышению ущерба, который с нас был, с инвалидов был снят, а потом постановлением Конституционного суда 19 июня, то есть нам все это должно было возвратиться. Нет. До сих пор дела в судах, дела почти все проиграны. Не проиграны у нас дела только по пригородному. Там действительно судья, ну, умница, ничего не скажет. Она подошла очень-очень внимательно. И две с половиной тысячи увеличились до 25 тысяч. А тот разрыв с 1 июля 2000 года по сегодняшний день, то есть по Новый год, в более чем 600 тысяч единовременно. А суммы выплаты ущербов, они тоже были снижены не на федеральном уровне? Нет. Это все на федеральном. Это на федеральном уровне? Это все было на федеральном. А что касается вот первого, скажем так, первой проблемы, связанной с отменой льгот по оплате коммунальных услуг, вы пытались вот каким-то образом решить эту проблему, может быть, именно вот через судебные инстанции? Да. Сейчас у нас двое обратились в суд. Я сама предлагала Уралвагонзаводу, выйдите на нас с этим. Не я, чтобы не сам Чернобыльцев выходил. Выйдите вы в это. И мы там решим. Нет. Все так и остается. А скажите, пожалуйста, вот вообще в нашем городе реально можно сегодня добиться решения других проблем, вот именно касающихся жизни чернобыльцев и их семей? Можно. Можно, да? Можно, да. Каким образом? Через общественную организацию, через взаимодействие с властями? Через взаимодействие с властями можно добиться. У нас как-то, вы знаете, у нас же почти очень большой перечень по аптеке лекарств отменен. Если чернобыльцев сразу круто посадили на очень хорошее лекарство, то потом это все было отменено. И вот все-таки я хочу сказать, что у нас в Дзержинском районе врач, он очень хорошо подходит к этому, Семен Семенович. И выписывает он нам действительно то, что надо чернобыльцу. Вот то, что надо. Если он у меня, мой муж болен, очень тяжело. Такие заболевания нехорошие, мы все это получаем. И идут к нам навстречу и в аптеках. А оплачиваете вы сами, либо это опять через федеральный бюджет? Нет, через федеральный бюджет. Через федеральный бюджет, да. Вот скажите, пожалуйста, а вообще очень многие льготы за последнее время отменены? Вот чем дальше мы, скажем так, уходим от этой страшной отметки аварии на Чернобыльской АЭС, тем, наверное, все-таки больше как-то государство забывает о тех, кто принимал там участие. Почти полностью забыто. Почти полностью забыто, да? Почти полностью. 17 лет прошло. Было же сказано, ну, больше 10 лет прожили, хватит. Это было на большом уровне сказано. Много отменены, подоходный налог там частично, но от лекарства, оплата коммунальных услуг, лишняя жилплощадь, оплата за лишнюю жилплощадь с нас не бралась, теперь она берется. Много, много сняты льготы. Вот, а скажите, пожалуйста, вот на местном, может быть, уровне, можно добиться принятия каких-то законов, решений, добиться того, чтобы городской бюджет, предположим, что-то оплачивал, либо брал на себя какую-то часть расходов, покрывал? Чернобыльцы все по федеральному бюджету. Ну, зачем засорять местный бюджет еще, когда все это должно быть на федеральном уровне? На федеральном уровне должно быть. Но обращались мы к Диденко, к Погодину. Вы знаете, мы всегда находим понимание, всегда понимание находим, что у Погодина, что у Диденко. Но это прерогатива все-таки президента, нашего парламента. Конечно, конечно. Что интересно, был час сенатора в октябре месяце, где Починок, вот в связи с этим постановлением Конституционного суда и обращениями в суд, инвалид второй группы задал вопрос, что будет. Причем он во всеуслышанное все-таки это Россия. Он сказал, что с 1 января 97 года мы вам все вернем. Все вернем. Это Починок говорит на высоком уровне по телевидению. С ним была представитель социальной политики с Госдумы. И был губернатор Ульяновская. Он тоже чернобылец. Причем он сказал, что все будет возвращено чернобыльцам. Все возвращено будет чернобыльцам. И подтвердила это представитель Госдумы. Вот это и губернатор сказал, что да, я прослежу за этим. Ну и что, вышло на основании вот этого постановления Конституционного суда до 30 тысяч оплаты. Больше ничего, все. И все это, то есть вы понимаете, лгать на всю страну, поэтому никто из чернобыльцев Починку уже не верит. Не верят они ему. Инна Ивановна, а скажите, пожалуйста, может быть, вот вы внимательно вчера смотрели, наверняка внимательно смотрели этот прямой эфир с президентом страны. Может быть, были какие-то другие вопросы, скажем, ну просто так получилось, что вам, может быть, не повезло, и ваш вопрос не прозвучал в эфире. Ну, может быть, вообще президент говорил о какой-то социальной программе, направленной на реабилитацию чернобыльцев? Нет, ни слова, ни одного слова, ни одного буквы не было по чернобыльцам. Ни слова. Вот скажите, пожалуйста... По пенсиям было все, по льготам тоже там что-то вскользь прозвучало. Ничего не было сказано. Вот скажите, пожалуйста, вы как считаете, вот тот факт, что вдвое меньше россиян в нынешнем году обратились к президенту страны, он о чем говорит? О том, что у народа в целом стало меньше проблем и наболевших вопросов, с которыми они могут обратиться к главе государства. Или, может быть, другая трактовка у людей... Потеряна вера. Да, вы считаете, что потеряна вера, да? Потому что в этом году звучали повторно вопросы. Повторно все. Повторно были вопросы. Люди-то обратились повторно. Значит, их вопрос не решен. Причем, что интересно, в конце каждого выступления президента говорится, что все вопросы, которые были поданы, будут рассмотрены и всем будут даны ответы. То есть, в прошлый год мы так и не дождались до этого. В этом году то же самое было сказано. Но будем ждать. До следующего выступления его. В прямом эфире. Вот. И, в общем-то, на следующий год вы тоже намерены задавать вопросы? Естественно. Может быть, новая проблема встанет. Потому что проблемы стали уже в год не по одной у чернобыльцев. Понимаете? Вот в год не по одной. 17 лет прошло. Все. Теперь запятая в законе не так или какое-то слово не так, значит все. 17 лет мы платили коммунальные услуги, а теперь слово не так в законе сказано. Скажите, а что еще вот сегодня наиболее остро, какие проблемы стоят перед вами? По повышению ущерба и коммунальные услуги. Пока вот передо мной, ну, передо мной ничего больше нет. То есть вы как бы многого не просите, вы хотите лишь вернуть то, что, в общем-то, было гарантировано вам? Да, да, что было гарантировано нам законом. Зинаида Ивановна, ну вот, собственно говоря, время нашей программы уже фактически завершилось. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность и приехали сегодня к нам в студию. Рассказали о том, с какими проблемами вы обращались к президенту страны. И я думаю, что, наверное, нашу программу уже надо завершать. У вас есть еще что добавить? Нет, я хочу пользуюсь тем, что я, значит, в эфире поздравить всех чернобыльцев, всех участников Чернобыля, их семьи с наступающим Новым годом. Здоровья вам! Всего-всего хорошего! Мы присоединяемся со своей стороны к вашим поздравлениям, Зинаиде Ивановне, распространяем их на всех наших телезрителей, на тех, кто сейчас смотрел программу «Открытые вопросы». Я еще раз напомню, что сегодня мы говорили о вчерашнем эфире с президентом страны Владимиром Путином. У нас в гостях была жена ликвидатора последствий аварийной Чернобыльской АЭС Зинаида Ивановна Мурзина. Спасибо, до свидания. Спасибо.